Добрый день, с вами Дмитрий Говдя, автор блога TheSpeak.com В этом уроке мы рассмотрим очень нужный, очень полезный глагол Штайген Мы рассмотрим три значения и разные ситуации, в которых можно применять данный глагол Итак, давайте посмотрим на первое значение Что же такое, как переводится глагол Штайген Штайген, первое значение у нас будет означать повышаться, расти Речь может идти о цене, о воде в реке, например О уровне знаний и так далее Штайген, это повышаться, расти И для того, чтобы, собственно, нам строить предложение в разных временах Мы должны знать обязательно три основные формы этого глагола Штайген Этот глагол у нас сильный А это значит то, что для того, чтобы образовать предложение в прошедшем времени Perfect Мы должны знать третью форму этого глагола Для тех, кто не помнит, для чего нужна третья форма глагола и где ее берут, я напомню Вот, посмотрите, три основные формы глагола Штайген Штайген, Штигген, Штигген Вот эти вот три формы содержатся в таблице трех основных форм сильных и неправильных глаголов Которые вы можете найти на моем сайте Если вы забьете в поисковую строку три основные формы Вам поиск выдаст статью под названием Три основные формы сильных и неправильных глаголов Там вы найдете таблицу с этими глаголами, с этими формами Так вот, третья форма Штайген нужна вам для образования предложений в прошедшем времени Perfect Напомню, что Perfect строится при помощи вспомогательного глагола Haben или Sein Мы не будем говорить, в каком случае ставится глагол Sein В каком случае ставится глагол вспомогательный Haben Это отдельная тема Но для того, чтобы нам образовать прошедшее время, нужна третья форма Гештиген Итак, мы знаем три формы Штайген, Штиг, Гештиген Идем далее Как я вам сказал, значение глагола Штайген, первое значение Подниматься, повышаться, расти Итак, пример Уровень жизни в стране повышается из года в год Итак, давайте разберем Если вы не знаете слово него, обязательно берите на вооружение Это слово очень часто употребляется в немецком языке Пишется оно не совсем по-немецки Из какого точного языка, я не могу сказать Скорее всего, что из французского Как видите, здесь много букв, но, тем не менее, произносится очень кратко Таким образом, мы соединили два слова Das Leben, жизнь и Das, него Уровень Уровень жизни Lebens, него Das, Lebens, него Возвращаемся к нашему предложению Das, Lebens, него In dem Land, Steigt von ja zu ja Здесь настоящее время Steigt Окончание T Да, Steigen Steigt Потому что такое окончание у нас Когда мы согласовываем глагол В данном случае Steigen С подлежащим в третьем лице единственного числа Уровень это он, да А он Это местоимение третьего лица единственного числа R, Z, S Он, она, оно Именно с этими местоимениями у нас Когда согласовывается глагол То принимает окончание T Таким образом Das Leben, него In dem Land, Steigt von ja zu ja Из года в год Это устойчивое выражение Von ja zu ja Разобрали, идем дальше Теперь прошедшее время С начала года цены сильно поднялись Или выросли, да Vom jahresanfang Sind die preise deutlich gestiegen Vom jahresanfang Anfang, начало Яр год Начало года Совмещаем яр и анфанг Получается яresanfang Der яresanfang Начало года С какого-то периода Если это касается времени То в большинстве случаев У нас предлог фон Предлог фон требует датива Поэтому der яresanfang Ставим в дательном падеже Der артикль меняется на dem Было der В датеве стало dem Получилось Von dem А сокращенно vom Von dem Или vom Vom jahresanfang Sind die preise deutlich gestiegen Что у нас получилось Мы взяли третью форму Steigen И образовали perfect Вспомогательный глагол У нас Преобразование предложений В perfect Если основной смысловой глагол Steigen У нас глагол sein Не haben, а sein Sind Цены Это они Да Поэтому у нас глагол sein Превращается в sind Это подлежащее Это сказуемое Die preise sind Deutlich значительно И partizip zwei То есть другими словами говоря Третья форма глагола Steigen Мы взяли эти Как я вам говорил Эти формы В таблице Трех основных форм Вам не нужно Самим ничего образовывать И в самом конце Ставим вот эту вот Третью форму Получается Von jahresanfang Sind die preise deutlich gestiegen Сначала года цены Сначала цены сильно Выросли Или поднялись Идем дальше Следующее значение Глагола Steigen Которое мы рассмотрим Здесь будет зависеть от того Какая приставка Будет в начале этого глагола В данном случае Мы рассмотрим Две приставки Hinauf Которые обозначают Вверх Auf Это вверх И hinab Это вниз Значит подниматься вверх Hinaufsteigen И спускаться вниз Hinaufsteigen То есть получается Что в зависимости от того Какую мы приставку поставим Кстати эти две приставки Отделяемые То есть если вы например Будете строить предложение В настоящем времени И в предложении будет Только один глагол Данный глагол Да То эта приставочка Отделится И пойдет в самый конец предложения Значит в зависимости от приставки У нас меняется значение И что в этой связи Вам нужно знать Подниматься вверх Здесь условно То есть этот глагол Не переводится Подниматься вверх А просто подниматься Hinaufsteigen Также не спускаться вниз А просто спускаться И в данном случае Мы будем подставлять Существительное И согласовывать С этим глаголом Мы рассмотрим В данном случае Существительное То есть согласуем Глагол Hinaufsteigen И Hinaufsteigen Существительным Лестница Подниматься по лестнице И спускаться по лестнице Лестница у нас будет Ditreppe Дитреппе Обратите внимание В русском языке Когда мы говорим Подниматься по лестнице Спускаться по лестнице У нас еще есть предлог По В немецком языке В данном случае Предлога этого вообще не будет И Лестница у нас будет стоять В Акузативе То есть предлога вообще не будет Лестница в Акузативе Ditreppe В Акузативе так и остается Ditreppe Так и остается Ditreppe Давайте теперь посмотрим на примере Например Может быть следующий диалог Какой-то человек заходит в здание И спрашивает Как мне попасть к господину Хоффману? Wie kann ich zum Herrn Hoffman kommen? Ему отвечают Вы можете воспользоваться лифтом Или подняться по лестнице На второй этаж Итак Вы можете воспользоваться лифтом Первая часть Sie können den Aufzug benutzen Der Aufzug Это лифт Benutzen У нас глагол воспользоваться Пользоваться чем-либо Предполагает Что Тем Чем мы пользуемся Мы ставим в Акузативе Это нужно запомнить Вообще Приставочка Be У нас очень-очень часто Обозначает То, что Скажем Существитель, на который Направлен глагол Стоит в Акузативе Beantworten Например Отвечать В русском языке мы говорим Отвечать на вопросы В немецком языке Есть глагол Beantworten И когда мы применяем Этот глагол Beantworten Уже Предлога на Да? На вопросы Предлога на уже нету А вопросы будут стоять В Акузативе Ну это отдельная тема Мы углубляться сильно не будем Итак Вы можете воспользоваться лифтом Лифт ставится в Акузативе Был Дэр Авцуг Стал Дэн Авцуг Закон Нужно это запомнить Что если на этаже у нас Ин Дэм Например на втором этаже Ин Дэм Цвайтен Шток Это датив А куда Ин Дэн Цвайтен Шток Шток у нас мужского рода Поэтому у нас Или в дативе стоит Дэм И вот как я говорил Подняться по лестнице Никакого предлога По в немецком языке Здесь нету Здесь просто стоит лестница Дитреп И Хинауфштеген Тоже в неизменной форме Вот таким образом Идем дальше Лифт к сожалению не работает Вам придется спуститься по лестнице Здесь мы уже спускаемся Дэй Авцуг Ист лея Аусер Бетриб Смюссен Дитреп Хинаб Шток Не работать Это может быть Аусер Бетриб Зайн Дэр Авцуг Ист лея Аусер Бетриб Или может быть Капут Ист капут Так тоже подходит Вы должны Замюссен Дитреп Хинаб Штайген Вы должны спуститься По лестнице Опять-таки предлога По нету И стоит здесь Дитреп Без всяких предлогов И в конце У нас глагол Хинаб Штайген Он стоит в конце Потому что В данном предложении Вы должны спуститься По лестнице У нас два глагола И если это Именно с первым глаголом У нас согласовывается Подлежащее Вы Зи А второй глагол Стоит в конце В неизменной форме То есть В инфинитиве Итак Идем далее Еще один пример Как вы добрались До библиотеки Везензи Ин де библиотеки Геланд Геланден Добираться Может быть Ин Аккузатив Куда-либо Может быть Цу Если речь идет О географических Объектах То в большинстве Случаем Нах Итак Вопрос Как вы добрались До библиотеки Ответ Я спустился по лестнице На третий этаж Если мы встроим предложение В перфекте Как здесь То мы берем В качестве вспомогательного глагола Глагол Зайн А спускаться Или подниматься Это глагол движения Поэтому Вспомогательный глагол Именно Зайн Согласовываем Глагол Зайн С подлежащим В данном случае Это местомение Ich Зайн Превращается В bin Ich bin In den dritten Stock Куда In Akkusativ Der Stock In Den Dritten Stock Опять-таки По лестнице Никакого предлога По нету Просто лестница В акkusativе Die treppe И партицип 2 у нас Hinabsteigen В третьей форме У нас Hinabgestiegen Мы знаем три формы Глагола Steigen Да Steigen Stig Gestiegen Но у нас здесь Еще отделяемая Приставочка Hinab Поэтому мы Перебавляем Эту дилемму Приставку К нашей третьей форме Gestiegen По часу Hinabgestiegen И дальше И повернул направо Und nach rechts Gegangen Поворачивать можно Выразить как Идти направо Налево Прямо и так далее И здесь собственно Третья форма Глагола Gehen Идти Gegangen Так как у нас Один и тот же Вспомогательный Глагол Sein Выраженный здесь Bin То мы здесь Второй раз Не повторяем Если один глагол То повторять его Два раза Не нужно Если у нас Разные глаголы Например В первой части У нас глагол Sein Во второй части Глагол Haben То обязательно Нужно Писать отдельно Sein И отдельно Haben Идем дальше Еще один пример Лестница к храму Очень длинная Подниматься Примерно Около получаса Итак Die treppe zum Tempel Is sehr lang Очень длинная Sehr lang Die treppe zum Tempel Man steigt То есть Man У нас применяется Если помните Когда у нас Неизвестно Кто осуществляет Действие Man Никак не переводится Является Подлежащим Предложением И с ним Согласовывается Глагол Если согласовывается То глагол Ставится в третьем лице Единственного числа Man steigt То есть Грубо говоря Поднимаются Circa Примерно Eine halbe Stunde Это полчаса И в конце Отделяем приставку Есть И сейчас Мы рассмотрим Третье значение Глагола Steigen Еще одно значение Глагола Steigen Тоже В зависимости От приставки Которая Поправляется К глаголу Значение у нас Будет меняться Ну Я условно Назвал Транспортное Значение Посмотрите На эти глаголы Значит Приставочка Если приставка Ein Einsteigen Это у нас Садиться в какой-либо Транспорт Входить Садиться в транспорт Einsteigen In Акузатив Aussteigen Приставочка Aus Здесь Ein Здесь Aussteigen Уже Из Aus Датив Высаживаться Выходить Из какого-либо Транспорта Einsteigen Входить Aussteigen Выходить Umsteigen Пересаживаться Пересаживаться На какой-либо Транспорт Umsteigen In Акузатив Если вы Заметили Я делал ударение На эти приставки Einsteigen Aussteigen Umsteigen Если ударение На приставки Значит она Отделяемая Вот эти Все приставочки У нас Отделяемые Теперь давайте Рассмотрим Примеры Первый пример Вам нужно Сесть на автобус Номер 10 Вот вы например Спрашиваете Да вот А как мне проехать Туда-то Туда-то Вам говорят Вам нужно Сесть на автобус Номер 10 Sie müssen In den bus Nummer 10 Einsteigen Входить Садиться В какой-то Транспорт Einsteigen In Акузатив Автобус У нас Der bus Поэтому В акузативе Der bus Превращается В Den bus In Den bus Вы должны Sie müssen In den bus Nummer 10 Einsteigen Два глагола Модальный И Немодальный С модальным Согласуем Подлежащее Sie Второй Стоит В конце Самом конце В неизменной форме Идем дальше Дальше Предложение На остановке Кайзерплац Я сел На этот трамвай Прошедшее время На остановке Запомните Это выражение An der haltestelle An der haltestelle Предлог Именно An Dativ An der haltestelle Кайзерплац Bin ich In diese Strassenbahn Eingestiegen С трамвая У нас Die Strassenbahn Куда Мы садимся In Акузатив In Die Die Strassenbahn В акузативе Остается так же Die Неизменно Die The У нас окончание Такое же Этот Окончание Такое же Как у определенного Артикля Die Die И Другой Транспорт Так Далее Поэтому Глагол Sein Мы взяли И согласовали С подлежащим Это Я An der haltestelle Кайзерплац Bin ich Было sein Стало Bin In In Die Strassenbahn Eingestiegen Это у нас Партицеп 2 Третья форма Глагола Einsteigen Три формы Вспоминаем Steigen Stig Gestiegen Gestiegen Взяли И прибавили Еще Нашу Вот эту Приставочку Ein 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 Gestiegen Следующее Предложение На третьей Остановке Вам Нужно Выйти На третьей Остановке У нас Говорится Bei der dritten Haltestelle Müssen sie Aussteigen Bei der dritten Haltestelle Müssen sie Aussteigen Если вы Скажете An der dritten Haltestelle Это тоже В принципе Будет Нормально Здесь Тоже Никаких Неожиданностей Нету У нас Здесь Два Глагола Первый Модальный Müssen И второй У нас Немодальный Aussteigen Выходить Из Какого-то Транспорта Здесь Не сказано Какой транспорт Просто Выйти И выйти Стоит В неизменной Форме В конце Bei der dritten Haltestelle Müssen sie Aussteigen Если бы Было Откуда Именно Например Из трамвая Было бы Aus И Dativ Если бы Это был Трамвай Die Straßenbahn Да То это было бы Aus Aus der В дате Получается Von der Stadtmitte И Partizip 2 Глагола Aussteigen Получается Ausgestiegen Здесь тоже должно быть Все понятно Значит Wir sind Aus der Straßenbahn Nicht weit Von der Stadtmitte Ausgestiegen Идем дальше Я должен ехать По этой Линии Или мне Нужно Пересесть На другую Линию Это вопросительное Приложение Поэтому На первом месте У нас стоит Глагол В первой части Я должен Ехать По этой Линии Первая Часть Вот она Здесь Заканчивается До Ода Два Глагола Müssen И Fahren Модальный Стоит На первом Месте Согласован С Подлежащим Их Было Müssen Стало Muss Muss Их Медлеза Линия Fahren Фарен Идет Не в самый Конец А в Конец Смыслового Предложения Здесь у нас Вот это Все Предложение Которое Заканчивается Знаком Нужно разделить на две части Я должен ехать по этой линии Первая часть И вторая часть Или мне нужно пересесть на другую линию Так вот Fahren У нас здесь Ставится в конец Смыслового Предложения Смыслового Предложения Заканчивается Вот здесь Вот По этой линии Здесь уже вторая часть И здесь уже свой Самостоятельный Смысл Пересаживаться Пересаживаться Куда На что-либо Да Ин Акузатив Линия У нас будет Ди линия В Акузативе Она так и будет Ди линия Но мы здесь Согласовываем У нас не определенный артикль Айне Не ди А айне Другая А андере Окончание Э Как показатель того Что это женский род Айне А андере Линия Умштеген Ну а здесь Акузатив И в конце Умштеген Ум У нас здесь Не отделено Потому что У нас Два глагола Ну грубо говоря Модальный глагол Наличие модального глагола Это уже Это же значит Что отделена приставка Отделена приставочка Здесь не отделяется И давайте рассмотрим Последнее предложение Пересаживайтесь здесь И езжайте до Хохкроиц Это у нас Императив Повелительное наклонение Особая форма Кто не знает Обязательно выучите Очень часто Употребляется В разговорной речи Пересаживайтесь Сделайте Возьмите Дайте И так далее А если это Вежливая форма То обязательно нужно Еще местоимение Зи Если к одному человеку Вежливая форма Это Зи Обязательно После глагола На первом месте У нас стоит глагол Штаген Зи Пересаживайтесь Здесь Хия И Пересаживаться Это Умштаген Правильно В первой части Пересаживайтесь здесь Вот у нас Это Цельное предложение Но оно Грубо говоря Можно разделить на две части Пересаживайтесь здесь И езжайте до Хохкроиц Так вот Отделенная приставка У нас идет В конец Смыслового предложения Я только что говорил В предыдущем предложении Так вот Смысловое предложение Закончилось И вот оно Вот оно здесь Закончилось Штаген Зи Хия Ум Штаген Зи Хия Ум Пересаживайтесь Здесь Посмотрите Здесь у нас Стоит перед Приставкой Отделяемой Штаген Зи Хия Ум Не Штаген Зи Ум Хия Или как-нибудь По-другому Или Ум Например В самый Конец Именно Вот так Ум В конец Смыслового предложение, смысловой части, даже здесь точнее, и езжайте до Hochkreuz. Und fahren Sie, опять-таки, Sie, steigen Sie, fahren Sie, езжайте до Hochkreuz, bis zum Hochkreuz. До у нас bis, но очень часто у нас bis идет рука об руку с предлогом zu. Bis управляет падежом accusative, но если после bis стоит zu, то уже нужно ориентироваться на дательный падеж, потому что zu управляет дательным падежом предлог. Когда после bis будет стоять zu, сказать точно нельзя. Нужно, я могу сказать, что zu после bis стоит очень-очень часто. И, собственно, нужно запоминать конкретные выражения и таким образом уже их применять. Значит, bis zum Hochkreuz. Понятно, да? Здесь у нас повелительное наклонение, и поэтому у нас глагол здесь стоит на первом месте. Ну что ж, мы разобрали три значения глагола steigen. Надеюсь, для вас это будет полезным опытом. Увидимся на следующем уроке. С вами был Дмитрий Говдя, автор блога TheSpeed. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!